Здарова, с вами Моборг, я Трэш и это Андроид Шейк. Подписчик Ян Оксянов попросил составить топ сетевых игру. Судя по лайкам и предыдущим просьбам такого же характера, я понял, что сетевые игры пользуются у вас большим спросом. Я понимаю, найти годноту среди мусора и раскрученных проектов в маркете весьма сложно, так что я решил посвятить этой тематике три шейка подряд. Ну что ж, поехали! Пикбэнк – это настоящее мультиплеерное веселье. Игра представляет из себя полумобу полутавер-дефенс с режимом игры 3х3 игрока. Вам в роли свиней предстоит отвоевать контрольные точки с водой, сражаться с мини-боссами, ставить турели, вызывать миньонов, уничтожать противников и разрушить в конце концов вражескую базу. Как таковых классов героев здесь нет, вы сами создаете своего героя. По мере прокачки вы будете открывать новые активные и пассивные способности и комбинировать уникальную свинью. А самое крутое – то, что вы сможете создавать свои комнаты и играть вместе с друзьями. Флот Арми – это динамический 2D-шутер с морем крови и отличными PvP-сражениями. Вступайте в бой с многочисленными противниками со всего мира – на улицах городов, в джунглях, подземельях и других местах. Все локации динамичны, и вы сможете использовать их в качестве стратегии для победы. В Флот Арми – более 60 видов орудий, отличная прокачка персонажей и огромный выбор костюмизации. Кризис Экшн – это добротный китайский клон КС. Все, как мы привыкли – две команды, куча оружия, детонатор, даже карты есть из КС. Но есть несколько особенностей, которые выделяют эту игру на фоне остальных. Во-первых, хорошая оптимизация. Во-вторых, дополнительный режим зомби, где вы сражаетесь за сторону оборотней или охотников с мечами. Ну а в-третьих, это великолепный генератор карт, позволяющий создать любую карту по своей фантазии и сражаться на ней с игроками всего мира. Да, Рокетболл – это клон старшего брата Rocket League. Правила, как и принцип игры, остались практически неизменны. Есть две команды, в каждой из которых по два игрока. И ваша цель – забить мяч во вражеские ворота, используя лишь автомобиль, ускорение и прыжок. Как не особый любитель спортивных игр, скажу, что футбол на автомобилях – это вдвойне весело. Результат никогда неизвестен наверняка, а забив гол, ты испытываешь неистовое удовольствие. В игре огромное количество автомобилей и вариации их костюмизации. А три режима игры не дадут заскучать. Modern Warplans погрузит вас в мир современной военной авиации. И предоставит возможность поучаствовать в захватывающих баталиях на известнейших истребителях и перехватчиках нашего поколения. В игре есть четыре режима – онлайн, выживание на рекорд, бой с командами и своя игра. Победа в каждом режиме вознаграждается опытом и монетами, за которые вы сможете приобрести новые самолеты, пушки, ракеты и менять камуфляж. В Modern Warplans великолепная графика, удобное управление, хорошая оптимизация и невероятно зрелищные бои под захватывающий сантрек. Создавайте команду из друзей и сражайтесь с игроками всего мира. Для тех, кто находится в постоянном поиске игр на двоих, я нашел замечательную мультипликационную головоломку под названием Sokobanland. Так что вперед в прошлое! Sokobanland – мимимишная и расслабляющая аркада, в которой вы сможете весело скоротать время вместе с семьей, девушкой или любимым парнем. Я никого не осуждаю! Ваша задача – решать головоломки и двигать камни на протяжении ста уровней. Передвинув все камни в нужные лунки, ворот открываются, и вы переходите на следующий уровень. Если у вас нет близких – не проблема, вы всегда сможете пройти игру самостоятельно. А в остальном это, конечно же, проблема. Все ближе к своему релизу подходит игра Dead Island Survivors от компании, разрабатывавшей Warp Shift и Galaxy on Fire 3. Так что уже скоро ждем на Android! Dead Island Survivors еще в конце 2016-го была пробно запущена на территории Норвегии. Суть игры будет состоять в постройке, укреплении и защите базы, вылазках с исследованием территории и крафтингом. А приятным бонусом будет возможность кооперироваться с другими игроками в Альянсы. В игре отличная графика, 4 персонажа, обширная система прокачки и удобное управление, с возможностью делать комбо, перекаты и прыжки через препятствия. В общем, такой себе слэшер с элементами крафтинга, тавер-дефенса и стратегии. Ждем с апреля на май. На днях вышла новая, старая игра от компании GameLoft под названием Nova Legacy. Почему же она новая, при том, что старая? Об этом в игре недели. Nova Legacy представляет из себя переиздание самой первой части нова, только на новом движке с обновленной графикой, заставками и мультиплеером. Все это упаковано в 20 мегабайт. 20 мегабайт, Карл! Какой старый мем. Короче, займет у вас совсем чуть-чуть места на мобильном. Игра, конечно, стала на порядок лучше, да и мультиплеер неплох. Но вот сюжетка и геймплей одиночный для 2017 года это просто жесть. Противники неповоротливые, их интеллект неимоверно туп. А сюжет это просто кошмар. Но за неимением пока ничего другого, можно вспомнить былые времена. Я нашел серию настоящего эволюционного трэша. Только в этой серии игр вы узнаете, что произойдет с привычным видом животных, если подвергнуть их в серии экспериментов. Студия ТАП Геймс выпустила уже десятки игр серии эволюции. Вы сможете найти любой эволюционный трэш на свой вкус. Драконы, коты, акулы, пингвины, осьминоги и прочие виды жизни будут развиваться под вашим присмотром. Как такового смысла в игре нет. Вы берете обычное животное, скрещиваете его с другим таким же и получаете что-то странное. Потом это что-то странное смешиваете с точно таким же и получаете хер знает что. И так до тех пор, пока целую галактику не покроет ваше адское порождение. А на сегодня это все. Ставь лай, сделись видяшкой с дружбонами, качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал. Удачи тебе и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok